Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в субботу, 12 августа, за богослужением читается Евангелие от Матфея с 24 стиха 17 главы по 4 стих 18 главы. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иродьякона отца Даниила. Вовремя оно, приступиша приемлющей Дидрахмы к Петрове и Реша, Учитель ваш, не даст ли Дидрахмы глагола ей? Их давниди в дом, предвори Его Иисус глаголя, Что темница, Симоне, царей земсти, От ких приемлю Дани или кин сон, От своих ли сынов или от чужих? Глагол ему Петр от чужих. Речей ему Иисус, Уба свободни суть, сынове, Да не да соблазним их, Шед в море вверзе удецу, И уже прежде имашь рыбу возьми, И отверзу ста ей обрящише статир, Той всем дашь тем замя и зася. В той час приступиша ученицы Ко Иисусу глаголюще, Кто оба боли есть в Царстве Небеснем, И призвав Иисуса трача, Постави я посреди их и рече, Аминь глаголю вам, Аще не обрадитеся, И будете, як у дети, Не внидите в Царство Небесное, И же оба смириться, Як у отрача сие, Той есть боли во Царстве Небесном. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели Дидрахм и сказали, «Учитель ваш не даст ли Дидрахмы?» Он говорит, «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, «Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины и подати? С сынов ли своих? Или с посторонних?» Петр говорит ему, «С посторонних». И Иисус сказал ему, «Итак сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми и открыв у ней рот, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя». В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И так, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». По возвращении Спасителя и его учеников в Капернаум подошли к Петру собиратели Дидрахм и сказали, «Учитель ваш не даст ли Дидрахмы?» Драхмой называлась серебряная монета весом около 4 грамм. Две таких Драхмы составляли Дидрахму и равнялись по ценности иудейскому полшекелю и составляли ежегодную подать на храм, которой облагались все иудеи, достигшие 20 лет, где бы они ни находились, богатые и бедные, кроме священников и левитов. Подать это было установлено первоначально Моисеем и стало ежегодной после построения Соломонова храма. Вероятно, сборщики налога задали свой вопрос с умыслом, надеясь на то, что Христос откажется платить этот налог, что даст основания для обвинения против него. Когда Петр вошел в дом, где находился Христос, то, конечно, должен был тотчас же передать ему требования сборщиков, но Спаситель предупредил его вопросом, «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Блаженный Феофилакт поясняет, «Как Бог, он хотя и не слышал, но знал, о чем они говорили с Петром, поэтому и предупредил его, говоря, «Если цари земли не берут подати своих сыновей, а с чужих, то как Царь Небесный возьмет Дидрахм с меня, своего сына?» Ибо эта Дидрахма, как сказано уже раньше, предназначалась для храма и священников. Итак, если сыновья земных царей свободны, то есть ничего не платят, то тем более я. Но чтобы не подавать нового повода к обвинениям в нарушении закона, Спаситель повелевает Петру, «Пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя». Спаситель велит достать статир, то есть монету, равную двум Дидрахмам, из моря, показывая этим, что, будучи Богом всего, повелевает и морю, которая, повинуясь ему, посылает рыбу, приносящую дань за Господа и за Петра. Святитель Кирилл Александрийский замечает, «Способный и из земли произвести статир, он не сделал этого, но сотворил знамение из моря, чтобы научить нас таинству, преисполненному умозрение. Ибо рыбы – это мы, извлеченные из прискорбных волнений жизни, словно бы из моря, и благодаря апостольской Удее, имеющие в устах своих Христа, царский статир, который был отдан ради двоякого выкупа, ради нашей души и тела, или ради двух народов – иудейского и языческого. И он одинаково искупает как бедных, так и богатых, поскольку и древний закон неотступно требует в равной мере выгоды от драхмы, как от богатого, так и от бедного. Но ученики Христовы все еще отождествляли царство Мессии земными царствами. Желая знать, кто из них какое место займет в этом царстве, они приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном. Видя это и желая преподать своим ученикам урок о взаимоотношениях в Царстве Христовом, Спаситель отвечает им, призвав дитя и поставив его посреди них. Кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Ефимий Зигабен поясняет слова Спасителя таким образом. Вы спрашиваете меня о первенстве в Царстве Небесном? А я говорю вам, что если вы не обратитесь от лукавства к незлобию и не сделаетесь невинными, как дети, совсем не войдете в него. Дитя просто, беззаботно, нечиславно, скромно. Оно не имеет зависти, ревности, желания первенствовать и вообще свободно от всяких страстей собственной воли. Не вследствие подвига, но вследствие природной простоты. И так, если кто укротит страсти своей воли, тот будет, как дитя, приобретая подвигом то, что дети имеют по природной своей чистоте. Таким образом, дорогие братья и сестры, кто отрешится от своего воображаемого величия, обратится от честолюбия и гордости к смиренномудрию и кротости, и станет таким же малым, как дитя, тот и будет иметь больше значения в Царстве Небесном. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! 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 Продолжение следует...